Владимир Николаевич, расскажите, как совхоз пережил эту зиму и вообще, как дела обстоят? Ну, если вы имеете в виду погодные условия, то зима прошла успешно. Дело в том, что вот эти морозы наступили после того зимы, как выпал опильный снег. А для нас самое главное, это как перезимовала земляника, ну и другие кустарники и ягодные. И снег укрыл ее так, что она не пострадала, это уже точно. А вот что будет дальше, мы не знаем. Но сейчас, можно сказать, что и влаги хватает, и в виду на урожай хорошее. Если сказать о нашем инстанционном положении, то мы действительно достигли очень хороших результатов. Мы сейчас в марте еще одну премию выплатим, и средний доход работников совхоза, не имея топ-менеджеров, так называемых, ведут, без них средний доход составил 100 тысяч рублей в месяц. Это очень хороший доход, я думаю, что это самый высокий показатель среди сельковских предприятий. Но правда, вот народные предприятия, типа Ильинская, типа Уссулия-Сибирская и Звениговские, тоже вот мы с ними соревнуемся. Пока кто кого победит, мы еще не знаем, но у нас у всех достаточно высокая зарплата. Если брать наши судебные дела, то, конечно, каждый день по 2-3, а то и 5 судов, это очень сложно. Вот Геннадий Андреевич об этом неоднократно говорил, что нас просто взяли рейдеров в оборот так, что по каждому поводу судится. Это, конечно, уже ненормально, и он обратился ко всем властям, потому что ясно, что за этими рейдерами стоят властные структуры, причем они достаточно серьезные, и у них очень высокая поддержка среди силовых структур и судебных систем. Но, видите, мы не унываем, значит, уже мы потратили порядка 80 миллионов рублей на подготовку к пассивной кампании, купили много новой техники, закупили удобрения практически полностью, большую часть заплатили за средства защиты растений, ну, там, пленка, капельный полив, все это достаточно большие расходы, я думаю, что в 100-120 миллионов мы уложимся, поэтому можно сказать, что мы к весенней поливной кампании готовы. А 12 апреля у нас будет техосмотр, как правило, мы его проводим очень организованно, мы неоднократно получали награды в Московской области за проведение техосмотра. Поэтому все хорошо. Единственное, что является проблемой для нас, это то, что сейчас проблема с так называемыми временными работниками, людьми, которые у нас собирают ягоду, и они пока не приезжают к нам, ну, я не говорю, мегародные, иностранные. Сейчас мы обратились в правительство нескольких губерний с просьбой оказать нам помощь в наборе наших соотечественников, для того, чтобы они приезжали, и вахтовым методом здесь у нас сбор земельники осуществляют. Потому что земельник – это у нас главная культура, а пока никто в мире не механизировал этот сбор ягоды, и им все-таки приходится вручную это все собирать. Если говорить о финансовых и судебных проблемах, вас решили взять измором, или как это можно назвать? Ну, это называется довести до банкротства. Дело в том, что, понятно, когда у власти есть, скажем так, возможность контролировать налоговую инспекцию, когда есть возможность через суды блокировать работу хозяйства. У нас три года уже арестованы земельные участки, нам три года не дают провести общее собрание акционеров. Естественно, все это, к сожалению, судебная система вместе с рейдерами и с частью силовых структур, конечно, устроила такой геноцид. Поэтому мы как-то выходим из положения. Но уже сложнее стало производить там социальные выплаты, я имею в виду всякие, поддержку школ, детских садов. Хотя мы все еще пока делаем, в общем, объеме не уменьшаем, и вот эти вот ассигнования на это. Я думаю, что мы пробьемся, благодаря, кстати, Геннадию Андреевичу, поддержке КПРФ. Вот сегодня, кстати, здесь я видел одного из лидеров коммерческой партии Москвы, который тоже рассказывал, что мы готовы, в случае чего, вот тут у нас проблемы с двадцатью культурой, мы готовы приехать и решить вопрос, ну, скажем так, по-мужски. Вот, я сказал, не надо, пока у нас тут наши вороги специально провоцируют всякие скандалы, мы стараемся от них уходить. Вот, так что, ну, все будет нормально, я думаю, что. Как настроение вообще у сотрудников, у людей? Вот сегодня вы разговаривали, да, с ними тоже на Масленице выступали. Как люди себя чувствуют? Ну, знаете, главное, чтобы коллектив чувствует уверенность затошли. И поэтому все вот эти вот измышления наших врагов, рейдеров о том, что вот, сейчас не будут выплачивать зарплату, вот сейчас там перестанут покупать, ну, там, семена, удобрения, все остальное. Они видят, что на протяжении трех лет уже все это рассказывается, а зарплата у них повышается. Только в прошлом году мы повысили зарплату не менее 15% в прошлом году. Поэтому все нормально. Все же видят, каждый день на работе все. С утра до вечера в директор кабинета. Ну, они же слышат, в том числе, и через интернет, поддержку Дмитрия Андреевича, выступления на Думе депутатов фракции КПРФ. Поэтому они видят, что мы не одни. И огромное количество людей нас поддерживает в поселке. Можно сказать, что мы едины. А враги не получают никаких, можно так сказать, преференций, только вызывают злость. И, понимаете, Единая Россия вообще сейчас, у нее рейдинг падает. А все же наши оппоненты, так называемые, по кавычкам, вообще бандиты, это Единороссия. Люди, которые приехали сюда для того, чтобы развалить предприятие. Тем более, все же знают, что они только что развалили колхоз Горького Владимира. Колхоз Владимировича рядом находящийся. И видят, что там произошло, как потеряны были рабочие места, как были уничтожены фермы, теплицы. И поэтому коллектив этого не хочет, поэтому целиком, полностью поддерживает УКО. В этом году какой урожай у клубники опять? Наслышали фразу «цеплят по осени». Пока все нормально, мы же не знаем, какие весенние замыски будут, как летом произойдет, потому что достаточно недели интенсивных дождей, чтобы мы потеряли урожай. Мы же работаем под открытым небом, это не теплица. Поэтому мы предполагаем, а Бог располагает, поэтому мы надеемся на лучшее. Спасибо большое.